В этой стороне города, на Волонтеровке, вот здесь Украина, это как бы считается. Нет, Волонтеровка, там еще скажем так, у нас вот этот куток именно, это просто, вот такое все. Да, здесь никто ничего не делает, кроме того, что вот провели свет, газ, вода, естественно, была, осталась, уцелела, периодически приезжают, ремонтируют, все, школу снесли, там течет канализация, до сих пор в яму уже в этот котлован, сходите, если хотите, посмотрите. А мы видели котлован? Нет, это школьный котлован, там течет канализация. Да, да, и никому дела до этого нет, она уже там бьется, бьется, эта Михайловна, толку нет, я не знаю, насколько это реально, чтобы она там все это делает. Народ, всем привет, это Волонтеровка Мариуполь. Не знаю, как так получается, но в последнее время почему-то меня тянет на канализации. Не в смысле, что вот мне нравятся канализации, а я часто прихожу в какие-то места и нахожу поломанную канализацию. Мне кажется, я выполняю совершенно бесплатную, но очень полезную работу, как помощь администрации города Мариуполь, потому что канализацию, если она поломана, что нужно? Конечно, ее нужно починить. Вот, я нашел еще одну канализацию, ребят, вот здесь, вот это место. Ответственным людям просто большая просьба приехать и починить. Сейчас я вам покажу детали этой канализации. Здесь такая ванизма, ребят. Это место все знают местные. Школа здесь была достаточно большая, она вся снесена. И, кстати, сейчас мы подойдем к канализации. Прошу обратить внимание также администрации на забор. А точнее, на его полное отсутствие. Куда делся забор, я не знаю, но его нет. А вот канализация. То есть, смотрите, какая здесь ситуация у нас. Канализация благополучно наполняет этот котлован. Слава богу, она наполняет его не очень быстро, потому что, представляете, если бы прорыв был такой очень сильный, то, ну, за несколько там недель, вот это все превратилось бы в озеро. Можно было бы ставить вон там лежаки, зонтики, может быть, какие-то тут барбекю зоны. И, в принципе, вот здесь могла бы быть такая реальная... Ну, понимаете, что я шучу, да? Ну, а как еще привлечь внимание? Вот такой вид здесь. Полный трэш, ребят, полный трэш. Вонь такая здесь. Вот, смотрите, грибы начали расти. Грибы, вонь. Я, ну, как бы, ну, не знаю, минут, конечно, 10 выдержу. А так, вот, смотрите, вот прорванная труба. И вот все это течет, течет. Ужасная вонизма. И здесь уже вот наполняется. Не знаю, как долго это все происходит, но, по-моему, уже не один день. Вот, звонили, писали, даже, по-моему... Если ничего никто не будет предпринимать, какая опасность? Что вот эта вот штука, из нее польется сильнее напор. И, сами понимаете, что здесь будет происходить. Да, вот такая ситуация. Канализация на поселке Волонтеровка. В котловане вот этой вот школы. А еще, знаете, какая проблема? Что, когда здесь будет глубина побольше, забора-то нет. Пьяный какой пойдет вечером, или, может быть, кто-то на велике поедет, вот. Ну, сами знаете, в темноте. Можно просто упасть сюда, и... да и все. Вон, видите, идут люди с автобуса, скорее всего. Это еще сейчас светло. А если будет, например, 7 вечера, то здесь будет темень. Поэтому, мне кажется, нужно сделать канализацию. Чем быстрее, тем лучше. Смотрите, здесь у нас побитый транспорт. Вот такая ситуация. Баллоны. Это коммерческое какое-то вот помещение с транспортом. Но никто его не восстанавливает, потому что... Ну, потому что... Боложие. Ну, потому что... Боложие. Субтитры сделал DimaTorzok Видите, канализация, ванизм там стоит и еще вот рядом волонтеровка Мариуполь